Скажите, пожалуйста, а где вот найти для айфона там всякие вот провода? Это у нас где ремонт авто? Ага. Там должно быть электрические товары. Я собрался поехать в Индию, купить там мотоцикл и проехать на нем 7000 километров. Сегодня у меня в планах пробежаться по магазинам. Я хочу купить некоторые вещи для своей поездки в Индию. И купить Гопрошку. Вообще, это сложно. Подбор вещей в такой путешествий, в который я еду. А сложность заключается в том, что у меня всего лишь с собой. Вот я поеду только с заплеченным рюкзаком. Проблема в том, что здесь у нас минус 20, а там плюс 30. И нужно уместить все вещи в этом рюкзаке. То есть у меня там должны быть и зимние вещи, и те вещи, в которых я буду ходить там. Как тут найти-то то, что мне надо? Смотрите, какие прикольные лампы в Ашане. Вообще огонь. Из собаки шерсть ледит. Надо взять. Скажите, пожалуйста, а где вот найти для айфона там всякие вот провода? Это у нас для ремонта авто. Ага. На ложу ботилетные товары. Не оказалось здесь чехлов. Как назло, по 50 рублей. Смотрите, какая крутая фишка. Значит, покупаешь это, тебе это пробивает такую фигню. Ты потом подходишь к терминалу, не оплачиваешь все это. Давай попробуем вместе. Так, приложите штрих-код. Прикладываем. Выдавите спект-карты. Банк из спект-карта. Огонь. Я выбрал вот такую куртку. Мне кажется, что она не будет продуваться, она не будет промокать. И тут такой интересный флиз. У нас еще есть капюшон, и она мало весит. И я думаю, что это вообще лучший, наверное, выбор для тех задач, которые я преследую. И стоит она всего лишь полторы тысячи рублей. Там может быть солнечно. И эти очки я возьму по-любому. Очень сильно хочу есть. Пало настроение. И надо покушать, чтобы оно немножко поднялось. Сейчас говнику буду кушать. Да. И начнем с гамбургера. В таких путешествиях, которые я планирую, очень важно сохранять мобильность. Мобильность нам дает отсутствие лишних вещей. И в следующем выпуске я обязательно покажу вам, что будет в моем рюкзаке, что я с собой возьму. Что мне понадобится и что я брать точно не буду. Зацените, какой огромный шлем. Пошел. На автозаводе Зил остановилось время. Еще посмотрим, что случилось. Наверное, туда еще куда-то ходит. Что, я вам сейчас покажу. Это Hero 6, ребята. Слушай, знаешь, что еще попробую? Попробую я. Потому что не посчитал. Ну, интересно уж было, как бы, говорить. Остану. Сейчас скажу. Скачал я вот такое приложение. GoPro. Встретился сейчас с чувачком и купил у него GoPro. Он купил ее три дня назад. И оказалось, что ему нужна совсем не GoPro. Он просто не знал, что такое GoPro. И теперь я думаю, что я буду делать более качественные видосы во время всего путешествия. Сегодня я уже попал в другую ситуацию, когда у меня оставалось 5% заряда. И я ничего не мог снимать. И я думаю, что немножко поможет мне решить эту проблему. Я могу снимать все, что я хочу. А не только то, на что хватает мне аккумулятора. Ролики я буду выпускать раз в три дня. Если вам что-то будет интересно, пишите в комментарии. Я буду стараться это снять или рассказать об этом. И подписывайтесь на мой канал.